Привет всем! Сегодня 29 октября. У нас с Винсентом сегодня миссия навестить новое здание. Называется Кейкис Брэкфаст Кафе. Построили его рядом с нашим пабликсом. Вот видите, пабликс. И вот на этой же плази построили новый ресторанчик, называемый Брэкфаст. Так как американцы очень любят ходить на Брэкфаст, естественно, Винсент мне сказал, пойдем на разведку. Так что вот мы сегодня идем на разведку, что это за кафе. И может быть кто-то из наших, как говорится, потом тоже навестит. Народу много. Открыто с 7 утра до... А, только на 14.30 оказывается. Вот посмотрите. Ой, это немного места здесь. Вот как интересно, надо же. Сейчас посмотрим, сколько здесь картин. Все, фрукты, овощи. Ну, выглядит, я так скажу, не очень. Знаете, как будто, как будто такая столовка. Мы с Винсентом находимся в стадии ожидания. Поэтому мы сидим сейчас и... И... Ну, какие волосы там нет. Посмотрите, что делать. А, сидим в стадии ожидания и рассматриваем меню. Так. Что нам можно взять? Тут и ланч есть. И надо же, закрыто всего до полтретьего дня. Обалдеть. Вот. И калории тут нам показаны. Сколько чего. Да, в каждом... В каждой... В каждом блюде написано, сколько калорий находится. И салаты, и сэндвичи, и бургеры. Переворачиваем. Брекфаст меню. Вот. И в каждом брекфасте есть калории. Видите? Показываю вам. Блины на кефире. Ну, блины это по-американски. Я вам скажу, что на блины, они на наши не похожи, конечно. Вы можете сделать свое личное. Видите? Create your own combos. То есть. То есть, можете добавить все, что угодно. Куда-то. French toast. Ну, в общем, в принципе, ничем ничего не отличающийся от обычного завтрака в Америке. Но так как вот в этом районе у нас ничего не было, народу у них много. Молодцы, они что открыли. Надеюсь, меня слышно. So, what do you think, baby? No, it's a pretty good menu. What do you like here? I mean, I don't see any difference between Перкинс and here. Well, we can find out what it'll taste. Ну, как мы посмотрим, когда попробуем, отличается или нет. Я сказала, что не отличается ничем от Перкинс, куда мы ходим иногда завтракать. Ну, вот что мне нравятся омлеты. Вот видите, здесь разных-разных. Можно омлетов заказывать. А можно омлет составить самому. Create your own vegetable. То есть, можете придумать свой овощной омлет, а можете мясной омлет. Вот видите, как хорошо вам все показывают. Это я телефоном снимаю, и поэтому так все видно хорошо. Нас ведут, нас сажают за столик. Ага, вот наш столик с Винсентом. Вот так вот мы из окна нашего блогу смотреть. Сам у нас паблик находится. Всемирная известная плаза, я показываю ее на ее у нас. И Винсент и начают меню. Мой итальяшка, маленький. Очень интересные чашечки. Посмотрите, это очень приятно на самом деле. Обычно приносят ведра, а здесь такое приятное. И оно refillable, то есть я спросила. А вы выпьете одну, вам добавляет и добавляет, и добавляет, но вы платите только за одну чашку. Такого, конечно, в Европе нигде нет. И вот мы приехали, когда в Америку, мы поэтому скучали. Потому что можно попросить еще кофе или еще. Винсент заказал у меня томатный сок, потому что он дома уже пил кофе. А я вот кофе и водичка с лимоном. Ну что, продолжаем дальше. Кофе очень вкусный, на самом деле, очень ароматный. Винсент, как у вас есть? Хорошо. Как у вас есть кофе? Очень хорошо. Очень вкусно, наверное. Мне очень нравится. Я добавила заполнитель сахара, хотя он не такой полезный. Я обычно стивию дома употребляю. Но здесь пришлось вот эти желтенькие. В общем, сухонечная чашка. Но пить из нее не так удобно, как она смотрится. Винсент, дала попробовать глотнуть из этой чашки. Потому что вот эти стенки слишком толсты. Чтобы вы думаете, как вы все это себе любите? У меня и все. Да. Просто про дни, эти стенки слишком толсты. И поэтому как-то пьешь и как-то не так, как обычно. Я заказала омлет Правда не знала, что принесут с картошкой и с хлебом Картошку и хлеб я, конечно, не ем Но съел омлет с овощами А Винцент, будете ругаться Чипсы и хлеб с сыром Грил чипс называется И соленый огурчик Пикал, га? Ну вот такой завтрак Да, картошки, конечно, принесли Ну что, вот мы позавтракали Винцент, нам ачурпатик, западь, подшел 29 долларов вместе с этими Вместе с чаевыми Винцент оставил 3 доллара чаевых Вот, так было, значит, сколько? Сейчас покажу вам Было 26,37, он дал 3,60 Или 3 доллара? А, 3 доллара Ну вот, короче, 20, уж дал бы до 30 долларов Чего он уж совсем так Ну ладно Короче говоря, вот сколько стоит И наелись до упору, как говорится Да, наши завтраки дешевле, чем в Латвии У Пабликса, вот он там, ресторан В который мы сейчас ходили Я пошла пешком, а Винцент приехал на машине Вот я его жду Идет моя бусинка в белых шортиках Пошли мы за продуктами А в Пабликс надо что-то купить Немножко Мужинка стоит в раздумьях Что же ему взять? Вот он что искал у меня, брокколи Это маленький бак, но это хорошо И искал здесь, везде Обычно в огромные пакеты Сейчас тут огромных пакетов нет Вот мы теперь с ним пересели на шпинат, брокколи и кейл А вот Володя нашел большой пакет Набираем лук Выбираем помидорки О, большая Ужас! А? Ужас! Ужас! Что это? Лег-сайд Что? Я не знаю, какого цвета помидора Смотрите, цена за помидоры 4 доллара за паунд А паунд это полкилограмма, даже меньше Ну вот такие цены на помидорки Но это правда, какие-то очень другие помидорки Это очень странная Да, это очень другая Это херлум Херлум Это такое название помидора Вот такие всякие Хочешь попробовать? Нет У нас листовая капуста, которую мы кушаем Называется кейл криц Вот если вы поймете, что это такое Напишите мне, пожалуйста В России есть кейл или нет То есть что это такое Это же необычная капуста Какая-то листовая Но я сама не могу понять Не то что в России есть или нет Но что это такое Мне объясните Идем Что это он на косметику смотрит Why you look at the cosmetic? You wanna buy for me eyelashes? No, I was looking at the scissors for yourself? No? No? Oh, I'm sorry Что мы купили? Мы купили яйца, молоко, сливки Он покупает Эти все всегда сладкие Ругаюсь с ними с этими сливками Но ничего поделать не могу Девочки Вот кому показывала помады Вот 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 это вот классные помады Особенно вот это вот у меня Вот такого цвета 15 тонн Называется Maybelline По-моему Как он называется? Суперстей Вот Всем вам советую вот эту помаду купить Очень хорошая, да? И еще Сейчас покажу вам какая Просто обалденная Тоже очень-очень нравится мне Если они здесь есть Сейчас я А, вот 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 эти Не, погодите Да, вот эти вот помады Вот Вот эти вот просто обалденные Тоже называются Colorstay И вот самый мой любимый цвет Где он? Блин Блин Блин, еще и не засунешь обратно Так Вот этот вот самый мой любимый цвет Очень-очень красивый на самом деле Номер Какой у нас там номер? Посмотрим Давайте Номер Номер 30 Вот Тон Просто видите Мне удалось сейчас Наконец-то вам показать это Ну-ка попробую сейчас еще раз Вот это засунуть Оооо А вот Заела просто ее как-то Видите сейчас Секундочку Во Вот Вот очень хороший Очень хорошая Вот эта вот Помада Сейчас еще раз вам скажу Называется она Revlon Colorstay Ultimate Вот Тон 30 Ну если вам интересно конечно тоже советую вам купить все свинюши мы в отделе там где продаются все пасти ружки и я искала чтобы найти знаете такие вешаются между одеждой чтобы не было сырости и запаха но здесь их нет надо идти вот по найти в лоус или home depot здесь только если от молит что-то а моли у нас нет но у нас может быть немножко сырости поэтому я вешаю между одеждой такие пакетики я покажу вам дома их вешаешь и они где-то месяца через два наполняются водой вот эти вот очень хорошие вещи для девочек вот кто у нас в америке же да вот эти купите обязательно он для диспозу то есть вот туда куда вы сваливаете один одежду говорю всякие очистки и еду там бывает иногда запах если вот туда еще лимонные есть у меня вот лимонные очень хорошо по одной штучке иногда кинуть называется сэнк фрэш покупаем мыло для для мойки посуды очень хорошие это да да он очень хороший производитель отмывает любой жир никакой palma leaf ничего это не не поможет но вот дан даже пятна выводит из одежды то есть мне кто-то сказал один раз попробуй дан я только пятна вывожу данном вы не представляете как это классно вот видите вот эта журналистка или ведущая телевидения она значит написано что она знает слишком много потому что она раньше была на канале fox потом она перешла на cnn и на cnn тоже и выгнали и теперь она разговаривает опять с fox то есть она знает теперь обе стороны и вот теперь она очень как говорится опасно для общества говорят я не могу так смешно и не зовут меган келли вы можете посмотреть по youtube очень интересно кстати посмотрите перед нами гоночная машина так вся разрисована вот сейчас она повернется боком а он осилена на сайт а вот посмотрите какая говорю венценту давай побыст поближе подъедем к ним посмотри посмотрим что это за машина интересно так разрисована поближе 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 так олды baby who is that do you know who performance studios okay it's not race car yeah is it for performance it's got the sign of a ferrari да значок ferrari но это конечно не сергей on the back of the tag right there can't see if you go a pass pass him i'm gonna look like a deer преследуем машину короче говоря винсен сейчас будет пытаться мы будем смотреть как and star stay little bit slower with him так вот видите как у него колес так maybe слова 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 little bit slow please ok wow look at that it's so cool ну чё не знаю чё сказать просто интересно вы же девочки винсен говорит спереди сняла я говорю нет сейчас еще раз еще раз еще раз еще итак наша любимая рубрика что мы сегодня купили и сколько мы на это и стратили baby how much we spent i don't know how much 51 итак давайте посмотрим что мы купили what did we buy you didn't forget your skills я бы не забыл свой говорит свое это твое умение показывать единицу кофе мейт да выглядит да посуды ягод этим вывал. Вот вороны только что купили. Но посуду у нас там куча, надо разбирать чистой. And milk. Seems like we never need, we never have enough of that. We should bring that cow from Lutza. We should bring that cow from Lutza. У нас постоянно уходит очень быстро молоко и говорю, надо было из Lutza корову привести. Okay. Spinach. Okay. Spinach. And kale. Okay, what else? Lut. Lut. Dunkin' Donuts coffee. Okay. Very important for the morning. Let me see. Original blend. Okay. And broccoli. Broccoli. And all of this $51. $51. What are we for? $51 is $3,000 for your money. What are we for? $3,000 for your money. $3,000 for your money. Oh wait a second, we got eggs. Ah, we got eggs. Okay. And eggs. Okay. And eggs. Okay, eggs, yes. And eggs. eggs. So, you think we spent for all of this $51. This is a lot of money, right? A lot of money, right? That's a lot of money. We spent a lot on these products. Well, okay. How do you think we spent a lot on these products? All right, baby. Goodbye, America. What do we have in the refrigerator? Oh, look. Aloe Vera, of course. Aloe Vera. 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 Aloe. Aloe, Aloe. 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 Aloe, a strawberry, aloe. Aloe Vegas, aologies, and a lot of cheese yous dont用ly used. Bought them, but you never used it. It's not good. У нас закончились все эти бумажные полотенца. Наконец-то мы их купили, а то мы еще забывали их покупать.